Физкульт привет туристы! Сегодня секретная техника хождения в туристические походы без палатки и спального мешка. Вариант первый. Это хождение коротких дневных походов. Для этого нужно выбрать небольшой маршрут. Для обычного человека это до 25 километров, для ребенка до 15. Для матерого туриста 40 или даже 50 километров с набором высоты тысячи или пару тысяч метров. Ну а спортсмен может жарить и соточку запросто, если захочет, конечно. Ребята, и финишные ворота, главное, чтобы не задавили нас. И прыгаем! Дерри своего команда! Команда подписчиков, которые не ходили сюда. В такой поход вам не нужно ничего, кроме перекуса и воды с собой. А также средств безопасности, навигации, но об этом всем будет чуть позже. Второй вариант. Это многодневные походы с ночевками в пансионах, туристических лагерях, кемпингах и прочих таких отелях All Inclusive. Один из вариантов подобного маршрута, где можно пройти такой поход, это Ликийская тропа. Там все готово. Есть подробное описание каждого этапчика. Есть куча мест, где остановиться с комфортом или наоборот задешево. 400 километров, в которые можно ходить практически месяц. Третий вариант для очень жестких пацанов. Это суточные походы. Сразу скажу, не факт, что это полезно для здоровья. Скорее, совсем наоборот. Это когда вы валиваете все сутки и даже по темной фазе, но зато проходите какой-то большой кусок. Примером подобных походов с некоторой натяжкой могут служить там ММБ, кусочки ПСР, всякие суточные бега, если они проходят по линейному маршруту. Ну или просто марш-броски так называемые. Вчера после финиша я думал, что конкретно вообще умру. А сегодня, ну так вроде ничего. Бодрячок. Здесь, конечно, вы должны обладать некоторым опытом и, скорее всего, просто вот так вот это видео вам не поможет. Как подготовиться, чтобы не налажать в подобном походе? Начать нужно с прогноза погоды. Обязательно посмотрите прогноз погоды, ведь у вас нету палатки, нет спальника. И вся безопасность обеспечивается только той одеждой и аварийными средствами, которые вы берете. Научитесь, наконец, пользоваться прогнозом погоды. Самый хороший способ. Получите гораздо больше удовольствия и у вас будет больше времени спланировать поход на следующие выходные. И сразу второе. Аварийная связь. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы телефон у вас был заряжен на максимум, установлен экономичный режим, а может быть даже и вообще аэро режим, и вы только периодически будете выходить на связь. У вас должен быть пауэрбанк, если телефон вдруг разрядится, как-то вы будете инстаграммиться или писать что-то для ютубчика. Пауэрбанк по любасу. А вот что на самом деле очень удобно, так это пауэрбанк, потому что только он зарядит ваш телефон, который не даст вам вызвать полицию, друга, позвонить маме, позвонить соседям, выключить газ, который забыли. Это все было не нужно. Не позволит севший телефон вам заинстаграммиться, поймите. Вы будете никому не нужны в полном забвении. У вас села мобила. Зачем вам мультитул? Зачем вам вся эта снаряга, если никто не знает, насколько вы героичен? Да, вы пошли в поход, сделали селфи, а выложить его не можете. Эпик фейл. Ну, как варианты. Это рация, если этот радиосигнал кто-то может поймать, в чем лично я очень сомневаюсь. Ну и совсем для жестких пацанов. Это спутниковые пейджеры и спутниковые телефоны. И, пожалуй, самая важная вещь – физическая и моральная подготовка. Вы должны быть морально готовы, что у вас нет возможности остановиться, нет возможности заночевать в том месте, где вы устанете. Вам нужно обязательно дойти до финиша. Или вы должны назначить контрольную точку в случае, если вы не проходите ее вовремя, то нужно развернуться и сваливать в обратную сторону. Несколько важных советов, которые вам помогут. Обратите внимание на обувь. Обувь – это не только кроссовки, это еще носки, может быть, пластырь, вазелин, стелька. В общем, весь комплекс должен быть в совершенстве. Для дневного похода это абсолютно важно. Это самая важная часть. Блин, не успел постирать носки, теперь вообще разрываюсь в мыслях. То ли быстренько хватануть картошки, пока она горячая, то ли бежать стирать носки, пока не приготовили рыбу. Второй совет – это взять воду на весь маршрут. Если вы не знаете наверняка, что есть хорошие источники питьевой воды, то возьмите напитки на весь маршрут. Это могут быть совершенно разные штуки. Какие-нибудь бодрящие редбульчики, кока-кольчики и затончики. Или просто вкусная старая добрая вода из-под крана. Обязательно расскажите о своем походе и планах родным и близким. Василиса, ты всегда должна знать, куда уходит твой папа, поняла? В случае факапа именно родные и близкие начнут вас искать. И они должны хорошо представлять себе маршрут, по которому вы идете. Если вы не вернулись, например, вечером или там ночью, то пора поднимать на уши Лиза Алерт и искать вас со всеми собаками. Да, не забудьте в конце похода родным и близким сообщить о том, что поход вы закончили. Потому что, может быть, вас ищут уже сейчас. Добавлю, что наши маркированные маршруты Рутрейл идеально подходят для большинства туристов в качестве однодневных походов. Надеюсь, что увидимся с вами не только в видосах, но и в путешествиях. Обязательно напишите в комментариях о своих однодневных походах и о всяческих лайфхаках, связанных с однодневными походами. И пока!